Русский флот на черном море, а? Это самый страшный удар для Англии со времен основания Петербурга. Это пока еще очень молодой флот, сэр, Бэби. Он только еще учится ползать. Да какой бы он ни был, но это флот. Бэби, у этого Бэби слишком рано режутся зубки. Сидя в Лондоне, я лучше вижу Черное море, чем вы, сидя на его берегах в Стамбуле. Разумеется, ваша прозорливость, сэр. Дьяволу комплименты, сэр. Известно ли вам, что Черное море раньше называлось Русским морем на всех старых карнах? И на английских в том числе. Россия не может стоять на ногах без этого моря. Оно необходимое, как воздух, и раз вступивши на его берега, она уж не уйдет обратно. Бэби, вы выпустили духа из бутылки, сэр. Я не думаю, сэр, чтобы этот русский... Знаете ли вы, что сказал мне на смертном одре мой великий отец, Вильям Питт Старший? Отходя в лучший мир, он сказал. Я, лорд Чатан, Вильям Питт, прозванный Бриллиантовым Питтом. Говорю вам, моему сыну Вильяму Питу, мой последний час. На этой бренной планете есть одна владычица морей, Британия. Другой не было. Нет. И не будет. Помните, сын мой, мы не можем задушить всех врагов Британского королевства собственными руками. Так пусть они сами душат друг друга. Пока вы будете следовать по этому пути, вы будете истинно английским политиком. Правда, мой великий отец имел в виду Францию. Он стоял за союз с Россией. А я имею в виду и Францию, и Россию. Задушить Россию. Заткнуть ей глотку. Заткнуть ей глотку.